Мы – единое целое, и дождь, и облако белое, и всё, что рожит, а пройдено, никем на свете не делимо. В Брестском государственном университете имени Пушкина День знаний отмечают большой дружной семьёй. В этом году к ней присоединились 1022 первокурсника, среди которых будущие талантливые педагоги, психологи и лингвисты, физики, химики и юристы. В ВУЗе появились также новые направления. Теперь здесь будут готовить квалифицированных специалистов по связям с общественностью, а также урбанологов. Наши студенты, они люди вообще очень и творческие, и талантливые. И хочу сказать, что в этом году на большинство факультетов, на большинство специальностей проходные баллы были на 40 баллов больше. Я говорю, на большинство специальностей. Это говорит о том, что к нам пришли очень хорошо подготовленные студенты. Я, конечно, хочу, пользуясь случаем, поздравить всех и первокурсников, и студентов, и, конечно же, коллег с началом нового учебного года. Пожелать им успехов. Данный год очень особенный, по той простой причине, что состоялся первый набор в стране на новую, принципиально новую специальность в турбонологии и сети менеджмент. Это, конечно, прорыв в том контексте, что для страны будут готовиться настоящие специалисты по комплексному развитию городов и улучшению условий проживания и повышению качества жизни. Хотелось бы в целом всем первокурсникам пожелать успехов, здоровья крепкого и любви, и тепла. В большой многонациональной семье университета представители разных стран России, Китая, Казахстана и Словакии, Таджикистана и Турции. Вуз становится вторым домом для каждого, кто приходит сюда. Я поступил на исторический факультет Борисского государственного университета. Я долго к этому шел, готовился, занимался историей в большей части сознательной жизни, и поэтому раз с сегодняшнего дня стать частью семьи Борисского университета. Я поступила в Брестский государственный университет имени Пушкина на специальность биоэкология, факультет. Очень горжусь этим выбором, потому что считаю, что университет очень престижный и достойный. Сама я из Бреста, и как коренной брещанин не хочу придавать какие-то традиции и быть верной своему городу и своим университетам. Говорили, что отсюда выходят достойные люди, что у них получается хорошая карьера, счастливая жизнь, и все у них хорошо. А все потому, что образование в университете получают в неразрывной связи с традициями и исторической памятью прошлого. Общеизвестно, как человек, так и нация не могут жить без памяти. Люди должны помнить свое прошлое, творить будущее, жить и работать на благо нашей страны в настоящем. Именно поэтому аудитория вуза была выбрана одной из площадок онлайн-трансляции республиканского урока «Историческая память. Дорога в будущее», который провел в этот день президент страны Александр Лукашенко. Разговор получился долгим, содержательным и поучительным. Нам, белорусам, война не нужна. Слишком много испытали за свою многовековую историю. Достаточно настрадались. Лимит войн и революции исчерпан. Наш путь святой. Мы должны придерживаться той толерантности, которая подарена нам предками. И мы будем всегда следовать этому курсу. И если кто-то с оружием в руках, внутри или извне попробует этот курс сломать, мы ответим. Из урока молодые люди по всей стране вынесли для себя ценные знания. Есть над чем задуматься и что переосмыслить. Ведь история пишется уже сегодня. И от каждого из них зависит то, каким будет наше общее будущее. Я считаю, что очень важно все то, что нам сказал президент. Так как это может даже повлиять на путствие для каждого из нас. И каким-то даже толчком для каждого человека. Очень важно, что именно президент решил обратиться к первокурсникам, ко всем остальным студентам. Высказать свое мнение. Я считаю, что эти слова президента останутся на душе каждого студента. И послужит хорошим стимулом к началу учебного года. Людмила Логодич и Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.